Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 ноября. Память праведного Михаила Воина. Святой Михаил жил в царствовании Михаила Третьего. По своему происхождению он был болгарин и родился в городе Патуки, принадлежавшем тогда царству греческому. Знатные родители Михаила принадлежали к числу первых христиан болгарских. Таковым же христианином с детства был и Михаил, которого родители и знакомые называли Святое Дитя за его благочестие. С младенческих лет он отличался чистотой жизни, всегда имел в сердце своем страх Божий, пребывал в посте и молитве, подавал милостыни нищим и посещал больных, укращаясь кротостью, украшаясь и смирением, и всякими добродетелями. По достижении 25-летнего возраста Михаил поступил в военную службу и начальствовал над значительным военным отрядом. В то время поднялись войной на царство греческой Этиопляне и Агаряне, то есть арабам магометанской веры. Вероятно, разумеется, здесь война императора Михаила III с арабами 1865 года. И направились к столице греческого царства. На защиту отечества выступило большое греческое войско и встретилось с многочисленными войсками агарянскими. Видя это Этиопляне и Агаряне, что превосходит силою и готово одолеть, греки бежали в горы и скрылись в безопасных местах. В греческом христианском войске находился Михаил, воин со своим отрядом. Он не испугался неприятеля, не обратился в бегство, а непрестанно укреплял и ободрял своих людей. Увидев всеобщее бегство греков, он проследился и, пав низ на землю, молился Господу Богу о спасении христиан. По окончании молитвы он со своим отрядом неудержимо стремился на неприятеля и врезался в самую середину Этиопляна и Агарян, жестоко поражая врагов без вреда для себя и для своего отряда. В то же время на помощь христианским воинам внезапно поднялась гроза, молнии и громы поражали и устрашали врагов, так что они все обратились в бегство. С помощью Божией Михаил разогнал всех врагов. Сам же и отряд его остались совершенно невредимыми. Возблагодаривши Бога за дарованную победу, Михаил распустил свое войско и сам с немногими слугами отправился в обратный путь на свою родину. Во время этого путешествия совершилось следующее чудо. Михаил остановился в одном месте для отдыха. Там находилось большое озеро, из которого выходил чудовищный змей и поедал людей и скот. Один из слуг Михаила, увеляв с места остановки вблизи озера дым, и наскоро взяв припасы для пищи, пошел туда, где был дым. Там он увидел девушку, которая сидела в слезах и чего-то ожидала. Слуга стал расспрашивать ее, и так заслушался ее повествованием о страшном змее, что на огне пригорела та пища, варить которую он пришел. Когда слуга вернулся к своему господину, то Михаил воин спросил, почему он замедлил и от чего пригорела пища. Тогда слуга подробно рассказал все, что видел и что слышал от девицы, о змее. Святой Михаил выслушал рассказ, решил пойти туда и стал звать своих слуг, но они, убоявшись, отказались идти к своим господинам. Тогда Михаил, помолившись Господу Богу и осенив лицо свое крестным знамением, сел на коня и поехал к озеру, взяв только одного старейшего слугу. Прибывши на место, он стал расспрашивать девицу, зачем она прибыла на это место. Девица уговаривала сначала Михаила воина удалиться, чтобы не быть съеденным чудовищным змеем, но по настоянию святого рассказала об установившемся в городе обычае по очереди отдавать детей на съедение змею. Изумленный рассказом девицы, Михаил приказал своему вслуге отойти с конем и ожидать вдали, а сам пал на землю и стал молиться Господу Богу. Когда святой окончил молитву и встал, среди озера появился змей, поднявший высоко голову и ударяя хвостом по воде, стал приближаться к берегу, раскрывши три свои пасти. Святой взял щит и меч и отсек лукавому три головы, с которыми он показался. Змей же, свернувший хвост, ударил святого в правую щеку и левую руку и причинил ему рану. Михаил упал без сознания, но скоро очнулся и встал. Слуга Михаила, видя такое чудо, поспешил в город и сообщил о происшедшем. Граждане вышли из города и торжественно встретили Избавителя, а девицу вручили ее родителям. Итак, Богу угодно было прославить Михаила воина таким же чудом, какое совершено было древле святым Георгием Победоносцем. Пояснение. Место чудо со змеем в печатном прологе названо Раивским, и приосвященный филарет полагает, что здесь, разумеется, известная Раивская пустыня в двух днях пути от Синая. Но в рукописных древних житиях говорится не о Раивском месте, а в Тиранском или Тиранском. Может быть, под Тиранским местом, разумеется, по мнению академика Веселовского, Тиранна, город и область близ Дураццо, и Олессио на Балканском полуострове, близ Атриатического моря. После этого, дав наставление гражданам твердо держаться христианской веры, Михаил Воин продолжал свой путь и возвратился в свой дом. По прошествии недолгого времени он с миром предал блаженную душу свою Господу. При гробе святого Михаила стали совершаться многие знамения и чудеса и исцеления от болезней, приходящих с верой к его гробу. Спустя много лет, во время Второго Болгарского царства, болгарский царь Каво Иоанн, воюя в пределах греческого царства, столица которого тогда занята была латинянами, занял город Потуку и решил перенести мощи святого Михаила Воина в свою болгарскую столицу, город Тернов. Болгарский патриарх Василий, услышав о приближении святых мощей, вышел со всем своим духовенством и гражданами навстречу святых мощей с крестным ходом, свечами и кадилами. Болгарский царь и патриарх взяли святые мощи на свои плечи и своими руками отнесли и поставили в соборном кафедральном патриаршем храме. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.